Большое спасибо! Спасибо всем большое-большое! Вау! И спасибо тебе, Данна. Спасибо Кидрок, которого иногда называют Бобом. И спасибо тебе, Ли, с самого начала. Большое спасибо! У тебя большой талант и прекрасная-прекрасная душа. Спасибо! Друзья, делегаты и сограждане, сегодня вечером я стою перед вами с посланием уверенности, силы и надежды. Через четыре месяца мы одержим невероятную победу и начнем четыре величайших года в истории нашей страны. Вместе мы начнем новую эру безопасности, процветания и свободы для граждан любой расы, религии, цвета кожи и вероисповедания. Раздоры и раскол в нашем обществе должны быть излечены. Мы должны исцелить их быстро. Как американцы, мы связаны единой судьбой и общим предназначением. Мы поднимемся только вместе, иначе развалимся на части. Я баллотируюсь в президента от имени всей Америки, а не ее половины, потому что победа только половины Америки невозможна. Поэтому сегодня с верой и преданностью я с гордостью принимаю вашу кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. И мы сделаем все правильно. Абсолютно все. Большое спасибо. Многие спрашивают меня, что случилось? Расскажите нам, что произошло, пожалуйста. И поэтому я расскажу вам, что именно произошло. И вы никогда больше не услышите это от меня во второй раз, потому что это слишком больно, чтобы рассказывать. Это был теплый, прекрасный день ранним вечером в городке Батлер, в Великом Содружестве Пенсильвания. Громко играла музыка, и митинг шел очень хорошо. Я вышел на сцену, и толпа дико зааплодировала. Все были счастливы. Я начал говорить очень решительно, мощно и радостно. Потому что рассказывал о том, какую большую работу проделала моя администрация в отношении миграции на южной границе. Мы очень гордились этим. Позади меня и справа был большой экран, на котором отображалась диаграмма пересечения границы мигрантами под моим руководством. Цифры были просто великолепными. Чтобы увидеть график, я начал вот так поворачиваться направо и был готов начать поворачиваться чуть дальше, чего, к счастью, не сделал. Когда я услышал громкий, свистящий звук и почувствовал, что что-то очень-очень сильно ударило меня по правому уху, я сказал себе, «Ух ты! Что это было? Это может быть только пуля». Я поднес правую руку к уху, а затем опустил ее вниз. Моя рука была вся в крови. Абсолютно вся в крови. Я сразу понял, что это очень серьезно, что нас атакуют. И одним движением опустился на землю. Пули продолжали лететь, пока очень храбрые агенты секретной службы спешили к сцене. И они действительно спешили. Они спешили на сцену. Это великие люди, которые подвергаются огромному риску, скажу я вам. Они набросились на меня сверху, чтобы я был защищен. Повсюду лилась кровь. И все же, в каком-то смысле, я чувствовал себя в полной безопасности. Потому что на моей стороне был Бог. Я чувствовал это. Удивительно то, что если бы я в последний момент не двинул головой, то пуля убийцы попала бы точно в цель. И меня бы не было здесь сегодня. Мы не были бы вместе. Но самый невероятный момент того, что происходило в тот ужасный вечер под угасающим солнцем, мы увидели позже. Как вы, наверное, знаете, почти во всех случаях, когда выпускается хотя бы одна пуля, всего лишь одна пуля, а у нас было много пулей. Толпа людей бежит к выходу или устраивает давку. Но не в этом случае. Это было очень необычно. Это огромная толпа из десятков тысяч людей просто стояла и не двигалась. Более того, многие из них машинально и смело встали, высматривая, где находится снайпер. Они сразу поняли, где он, и стали указывать на него. Вы можете убедиться в этом, если посмотрите на группу людей, что была позади меня. Это была лишь небольшая группа по сравнению с той, что была впереди. Но никто из них не побежал. И благодаря отсутствию давки было спасено много жизней. Но причина того, что они не двигались, заключалась не в этом. Причина в том, что они знали, что у меня очень серьезные проблемы. Они видели это. Они видели, как я падаю. На самом деле, большинство из них подумали, что я мертв. Они знали, что это был выстрел в голову. Они видели кровь. И есть интересная статистика. Уши – самая кровавая часть. Если что-то случается с ушами, они кровоточат больше, чем любая другая часть тела. По какой-то причине врачи сказали мне это, когда я спросил, почему так много крови. Они сказали это из-за ушей. Они кровоточат сильнее. Так что мы кое-чему научились. Но они просто... Это прекрасная толпа. Они не хотели меня оставлять. Они знали, что я в беде. Они не хотели меня оставлять. И вы можете видеть, что на их лицах написано «Любовь». Невероятные люди. Они невероятные люди. Над нами пролетали пули, но я чувствовал себя безмятежно. Однако агенты секретной службы подвергали себя опасности. Они находились на очень опасной территории. Пули пролетали прямо над ними, ударяясь о землю в миллиметрах от их тел. А потом все прекратилось. Наш снайпер из секретной службы с гораздо большего расстояния и, использовав всего одну пулю, ликвидировал стрелка. Сегодня я не должен быть здесь. Я не должен быть здесь. И все же, я не должен быть здесь. И я скажу вам, что стою перед вами на этой сцене только по милости всемогущего Бога. В новостях за последние несколько дней многие говорят, что это был провиденциальный момент. Возможно, так оно и было. Когда я поднялся, окруженный сотрудниками секретной службы, толпа была в замешательстве, потому что они думали, что я мертв. И я чувствовал большую-большую печаль. Я видел ее на их лицах, когда смотрел на них. Они не знали, что я смотрю на них. Они думали, что все кончено. Но я видел это. И я хотел сделать что-то, чтобы дать им понять, что со мной все в порядке. Я поднял правую руку, посмотрел на тысячи и тысячи людей, которые, затаив дыхание, ждали, и начал кричать. Боритесь, боритесь, боритесь. Как только мой сжатый кулак поднялся высоко вверх, все это увидели. Толпа поняла, что со мной все в порядке, и заревела от гордости за нашу страну. Я никогда не слышал такого в своей жизни. Никогда не слышал ничего подобного. До конца своих дней я буду благодарен за любовь, проявленную той огромной толпой патриотов, которая мужественно стояла в тот роковой вечер в Пенсильвании. По трагической случайности стрелок унес жизнь одного из наших соотечественников, корик-омператор. Он был невероятным человеком, как мне все говорят. Невероятно. И еще два великих воина получили серьезные ранения. Я говорил с ними сегодня. Дэвид Датч и Джеймс Копенгавер. Два великих человека. Я также поговорил со всеми тремя семьями этих замечательных людей. Наша любовь и молитвы с ними и всегда будут с ними. Мы никогда не забудем их. Они пришли на отличный митинг, и я хочу сказать, что они были серьезными сторонниками Трампа и остаются ими до сих пор. Но по отношению Кори, к сожалению, мы должны использовать прошедшее время. Он был очень уважаемым бывшим начальником пожарной охраны. Его уважали все. И его сопровождала жена Хеллен. Невероятная женщина. Я разговаривал с ней сегодня. Она опустошена. У нее две драгоценные дочери. Он погиб самоотверженно, служа живым щитом, чтобы защитить их от летящих пуль. Он прошел прямо под ними и был ранен. Каким прекрасным человеком он был. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Я хочу поблагодарить пожарную службу и семью за то, что они прислали его шлем, его экипировку. Это просто нечто. Но мы сделали нечто такое, что не может сравниться с тем, что произошло. Даже близко. Но я с гордостью могу сказать, что за последние несколько дней мы собрали 6,3 миллиона долларов. Для семей Дэвида, Джеймса и Кори. В том числе от моего друга. Он только что позвонил. Он прислал мне чек. Я только что получил его. Один миллион долларов. От Дэна Ньюланда. Спасибо, Дэн. И опять же, когда я разговаривал с семьей, я сказал им, я собираюсь послать вам много денег, но я не смогу компенсировать вашу потерю. Они все сказали то же самое. Да, вы правы, сэр. Мы очень ценим то, что вы делаете. Но ничего не может занять место Кори. А двое других, кстати, были очень, очень серьезно ранены. Но сейчас с ними все в порядке. С ними все будет хорошо. Они воины. Поэтому сейчас я прошу почтить память нашего друга Кори минутой молчания. Нет больше любви, чем отдать свою жизнь за других. Это именно тот дух, который закалил Америку в ее самые темные времена. Субтитры сделал DimaTorzok